А покажи мне русских, у которых получилось Знаешь, сколько есть талантливых людей, которые где-то вот там сидят В достаточно зрелом возрасте стала исполнять, получается, свою мечту Я дала себе шанс Я горжусь собой, что у меня не было мысли пойти найти какого-то дядечку, который будет там устраивать мою жизнь Очень легко на самом деле сломаться в жизни Особенно в этой стране В Америке нужны связи, ты должен очень много работать И у меня ничего не получается Ой, а ты что, кассиром работала? И начал смеяться Это стереотип о русскоязычных женщинах, ну какой Просто красивая, приехала за грин-картой И не всегда с мозгами Друзья, всем привет! Меня зовут Лена Плотникова Вы на моем канале, где обычно я показываю бизнес и профессии Я также приглашаю людей, которые, на мой взгляд, могут мотивировать и вдохновить И сегодня мой герой, девушка, одна из немногих русскоязычных Персон в Лос-Анджелесе, кто действительно музыкальной карьере добивается успехов Кто работает с американским продакшеном и менеджментом И эта девушка Лика Осипова Лику очень многие знают еще по шоу Miss Russian Lay Это шоу проходило в Лос-Анджелесе больше десяти лет и было масштабным событием в русскоговорящем мире Калифорнии Кроме этого, Лику знают по ее ресторану Bottega Tapu, в который, мне кажется, входили буквально все мои американские и русские знакомые Но самое главное, как я уже раньше сказала, Лика одна из немногих, кто действительно добивается карьерных высот в музыкальной индустрии в Лос-Анджелесе Например, она уже получила американскую награду, именно Лос-Анджелес Film Awards за музыкальный клип «Внимание на русскую песню» Именно на примере Вики мне хочется понять, как же все-таки русскоговорящему артисту, который переезжает, добиться результата в Голливуде, в Лос-Анджелесе Потому что мы часто слышим, что ну а кто из русских здесь что-то добивался В общем, хочется развеять этот миф, поэтому если вы стремитесь сюда и хотите развиваться в музыкальной индустрии Или в целом получить максимальный результат от жизни в эмиграции, то смотрите это видео до конца И, кстати говоря, у меня есть хорошая новость для тех, кто хочет запустить свой этот канал, но пока что почему-то этого не сделал У меня есть бесплатное видео «5 шагов к запуску этого канала без бюджета» Чтобы его получить, вам достаточно написать мне в Instagram слово YouTube, как написано здесь После этого я пришлю вам анкету, и вы получите это бесплатное видео Ну и, конечно, подписывайтесь на этот канал, это действительно важно для продвижения каждого видео, которое вы смотрите Ставьте лайк, пишите комментарии и вопросы для Лики, мы на них обязательно ответим Ну а теперь поехали! Лика, привет! Привет! Я с тобой изначально познакомилась как с певицей, но уже после этого я узнала, что ты была как раз организатором шоу Miss Russian LA И ты была совладельцем заведения Bottega Taboo, в которое я ходила здесь в Лос-Анджелесе, которое среди моих знакомых тоже было популярным И я такая «Вау!» Мир тесен! Да, да, да Но как ты сегодня себя позиционируешь? Кем ты себя сегодня представляешь? Ну, в первую очередь, мне очень приятно с тобой познакомиться и особенно услышать, что ты была у меня в ресторане, это классно Я себя позиционирую как певица, публичная личность, продюсер Это, наверное, самые такие вот главные вещи, которые я могу о себе сказать сейчас Угу, смотри, то, что я увидела уже о тебе Достаточно крупные издания тебя тоже представляли Ты была на обложке Harper's Bazaar Также Вог тебя выделял среди людей, кто был на Грэмми Как одну из самых красивых персон, кто был в наряде, которые они захотели у себя опубликовать И это достаточно уже серьезная заявка на успех Быть, во-первых, на обложке таких крупных изданий И появляться, собственно, в публичном поле, когда тебя представляют тот же Вог И мне хочется из-за этого понять, какие у тебя амбиции Куда ты хочешь стремиться дальше Потому что продюсирование, как ты сказала, ты представляешь себя продюсером, это одна сфера Пепческая карьера, это вообще другая сфера Создатель своего шоу третья, ресторан четвертая Как у тебя амбиции? Ты знаешь, как интересно всегда, когда общаюсь и даю интервью, все говорят Ну как один человек может заниматься и вот этим, и вот тем Как правило, нужно выбрать одну сферу и полностью концентрироваться на этом Ну, наверное, я, наверное, тот человек, который будет разбивать эти стереотипы Потому что я успеваю, в принципе, заниматься тем, чем я хочу У меня всегда было жутко сильное желание стать именно хозяйкой ресторана в Лос-Анджелесе Очень давно, потому что я давно в Америке И вот буквально чуть больше года назад это произошло Потом я всю жизнь мечтала петь Но петь не просто караоке, да, или где-то непонятно А если петь, то на высоком уровне И быть, соответственно, в команде профессионалов тоже, естественно, на высоком уровне Что и, слава богу, случилось Очень неожиданно для меня Я делала миссраж, это права На протяжении 10 лет И весь этот период, 10-летний, я помогала девушкам быть успешными как раз в шоу-бизнесе И для меня была задача не концентрироваться на себе, а помочь девочкам После того, как я перестала делать это шоу Я поняла, что сейчас время заняться вот этим человеком И подумать о том, что хочу я в первую очередь Потому что я растворялась в своем шоу Растворялась в участницах, в продакшене Потому что я, в принципе, вот аду я этим занималась И, если честно, иногда забывала о своих желаниях И то, чего я хочу я в жизни делать Вот, в принципе, так и получилось, как я начала петь Интересно, у меня не было этого вопроса, когда я готовилась Но я просто наблюдаю за тобой Это достаточно в зрелом возрасте стало исполнять, получается, свою мечту Стать там, я хочу петь, я пойду петь и буду делать это масштабно Но это достаточно большое усилие внутри себя Когда ты такой Я вот эту накатанную дорожку Где я все знаю, как работает, меня все знают Я уже знаю, как выходить к спонсорам, гостям, к судьям Уже там толпа из девчонок, кто хочет участвовать Тем более шоу, я так понимаю, девчонок приглашали потом И на вечеринки Грэмми, Оскар и так далее То есть это не местечковое шоу Там где-то провели конкурс и успокоились И достаточно сложно, мне кажется, оставить вот это И посмотреть вообще вглубь себя С уверенностью, что у меня получится делать то, что я хочу делать Вот как ты себе Может быть, у тебя вообще не было такого вопроса внутри себя Такая, вот я хочу и пофиг Вообще, у меня жизнь одна, я иду и стремлюсь Как ты себе объясняла, что нужно сейчас менять сизю? Потому что шоу закончилось, пока, я так понимаю, оно не проводится И ты большое количество времени посвящаешь именно карьере певицы Как ты внутри себя объясняла, что все, мы настраиваемся на новую полу? Ты знаешь, я думаю, что надо себя хвалить, правда? Нельзя постоянно себя ругать Я человек очень самокритичный И очень часто себя ругаю И я не считаю, что это плохое качество Но иногда мы заигрываемся в этой, знаешь, ситуации И чересчур придирчиво к себе относимся Я дала себе шанс И я сказала так Я лучше сделаю И, может быть, скажу, ну зря я это сделала Нежели я не сделаю А потом спустя какое-то время Уже когда я буду бабушкой попивать чай на кухне Думаю, вот почему я не сделала? Я же могла бы сделать Плюс меня вдохновляют такие звезды Как вот, например, Тина Тернер Ты знаешь ее судьбу? Она стала популярна в 44 года Довольно-таки очень старше, чем я сейчас Поэтому тоже у нее жизнь была очень нелегкая И она сопровождалась большими препятствиями И я считаю, что у любого успешного человека Всегда в жизни препятствия И вот как мы их преодолеваем Так и зависит вот наш конечный вот этот результат успеха Потому что, как правило, многие люди Они, что они делают? Слушают вот этих всех диванных критиков Которые говорят Ну что? Ну еще одни поющие трусы Ну что? Ну абсолютно безголосая, бесталантливая Ну что она там делала, это мисс Раша Ну что там наверняка стоит какой-то старый дяденька Который там помогает Это я рассказываю эти все комментарии Ну то-то-то У каждого человека, наверное, исходя из их личного опыта Соответственно, приходит вот такой стереотип жизни Что они не верят, что женщина может сама Сделать себе имя, добиться чего-то Она амбициозная Она целеустремленная И она лучше сделает И пожалеет, нежели она не сделает Вот к чему я возвращаюсь И потом будет жалеть всю жизнь, что она этого не сделала Еще один стереотип, который я здесь уже слышала от ребят Да куда лезть в эту певческую карьеру артистов в стране Где и без тебя навалом большая конкуренция Тем более ты еще Не конкретно ты, а там русскоязычный человек Который пытается пробиться здесь в шоу-бизнес С русским акцентом, с пониманием другой культуры Да кому он вообще здесь русская условная певица или певец Зачем он здесь нужен, когда у них своя ряда звезд И молодых артистов, которые, знаешь, там быстрее вольются в среду, чем наш Ну я вот тебе скажу, эти люди, кто это говорят Вот они где-то там и сидят Вот с таким мнением Я имею абсолютно другое мнение И я не абсолютно не какая-то там просто надевшая розовые очки Сижу и тебе тут рассказываю Я говорю, ты знаешь Ты знаешь, с кем я работаю Ты знаешь, на какой уровень я вышла Это все живой пример того Что человек не должен слушать Или вот как бы просто быть под мнением вот таких людей У меня собственное мнение И я знаю то, что если я что-то хочу, я этого добьюсь И может быть это, да, займет у меня не год, не два, не три А может быть больше Но если цель есть, я буду к ней идти Как бы сложно ни было Вот это мой характер, наверное Я вообще размышляла насчет тебя И я думала о том, что, наверное, твой успех, который у тебя есть сейчас Он набирает обороты Учитывая, что ты такой с 2020 года в певческой карьере Это очень быстро У тебя все происходит 21-го 21-го, тем более Сколько? Три года Это небольшой срок Тем более, опять-таки, проговорю в шоу-бизнесе В котором очень большая конкуренция И у меня был Вот я размышляла, почему у тебя получается И я думала, может быть, потому что ты приехала достаточно давно Ты, если я не ошибаюсь, больше 20 лет в Америке 18 лет в Америке И ты больше впитала культуру, язык, культуру, понимание общения Понимание, как входить в то или иное общество Как устроены здесь процессы, чем те люди, ребята, артисты Которые даже 5 лет назад приехали Или которые сейчас приезжают И в этом твой как раз успех в том числе случился Ты как это рассматриваешь? Ты знаешь, может быть, есть доля правды в том, что ты сейчас говоришь Что я приехала давно, у меня наверняка менталитет все-таки немножко другой Но я общаюсь со многими людьми Я сейчас, в принципе, занимаюсь тем, что я еще помогаю продвигать людей Ко мне обращаются люди Да, ко мне обращаются люди И просят, чтобы я продвигала Естественно, я этим занимаюсь Не со всеми, исключительно очень-очень Потому что ты представляешь, насколько я сейчас занята Особенно с моими путешествами Потому что я выступаю везде У меня нету возможности И я не хочу, знаешь, просто ради чего-то Ради денег каких-то Или ради чего-то Просто взять человека в команду И чтобы этот человек не увидел результат Поэтому это не такое большое количество людей Но они все сильные Я в них верю и тяну за собой И это, наверное, говорит о том Что вот эта моя все-таки продюсерская жилка во мне Которая всю жизнь была Она вот до сих пор здесь И отвечая на твой вопрос Ты себя позиционируешь больше певицей Вот поэтому я и сказала И певица, и продюсер Потому что у меня большое желание Не только самой расти Но еще и тянуть за собой людей Которые действительно достойны этого Которые реально верят в себя И которые хотят работать Потому что Помимо того, что в Америке нужны связи Это неотъемлемая часть Просто того, чтобы достичь чего-то В любой сфере Я уже не говорю шоу-бизнеса Но ты должен очень много работать Причем не жалея себя Это факт Не будешь работать Никто за тебя это не сделает Никто не будет тебя воспринимать серьезно И, наверное, это была главной такой историей Почему такой большой музыкальный продюсер Захотел со мной работать Потому что он увидел, что я очень-очень трудолюбивая Поэтому он и захотел Я вообще хотела подальше поговорить с тобой о том Кто тобой занимается здесь Но раз ты уже затронула эту тему Давай сразу к ней перейдем Ты сказала, что твой продюсер Увидел в тебе потенциал В том, что ты работоспособная И ты не боишься, собственно, работы И продвигаться Расскажи, пожалуйста С кем ты работаешь сейчас Кто эти люди И как ты, собственно, на них вышла Это реально Я просто хочу сказать, что это мои ангелы И, кстати говоря, знаешь Я хочу так сказать Достаточно одного человека Серьезного Который в тебя поверил Все Вот одного человека Не надо искать толпу людей Которые в тебя верят Одного правильного человека И все будет хорошо Значит, получилось так Что 2018 год Когда я еще делала свое шоу Мисс Раша Ко мне Я была на дне рождения Одного очень известного человека Не хочу говорить его имя Это было закрытое мероприятие И я за одним столом Сидела с продюсером фильма Может быть, ты видела этот фильм Как потерять парня за 10 дней Смотрите Маконаки Да И вот она сидела рядом со мной Я не знала, кто она Она не знала, кто я Мы с ней разговорились И она мне говорит в конце вечера Ты знаешь, ты напоминаешь меня То есть ее Там 30 лет назад Я тоже приехала она откуда-то из Европы И у нее были такие амбиции И мало кто ее поддерживал И потом нашелся человек, кто ее поддержал Она сделала этот культовый фильм И сделала свое имя на этом фильме И мы с ней подружились И этот человек Который сыграл колоссальную роль В моей жизни профессиональной Она меня познакомила с моим нынешним продюсером Она познакомила со всеми большими именами Которые можно только назвать в индустрии И многие из них согласились со мной работать Потому что они поверили в меня Но согласились они со мной работать Не так, что вот здравствуйте, это Лика Это вот тот человек Давайте знакомиться и работать Они очень долгое время были подписаны на меня В соцсетях Наблюдали Наблюдали Больше полутора года У меня даже никогда в жизни не было мысли Если честно, я очень с тобой откровенно говорю На тот момент, что они вообще со мной захотят работать То есть у меня не было даже мысли такой И потом я получила звонок, что у нас будет зум-кол И шесть человек присутствовало И вот этот зум-кол решил всю мою карьеру певицы И они захотели со мной сделать несколько песен Мы сделали Одна из них была уже на Грэмми И после этого все пошло как по маслу Ну а помимо работоспособности Что они отметили в тебе? Почему ты выделилась? Потому что, объясню мой вопрос Опять-таки, мы находимся в месте, где конкуренция бешеная Как ты сказала, в Америке нужно работать И большинство людей здесь и работают Но те, кто не работает, собственно, они и вылетают из этого мира А что они еще в тебе увидели, как ты думаешь? Ну вот, например, человек, который музыкальный продюсер Он говорил в интервью, это есть на интернете Любой человек может посмотреть и услышать это сам Он сказал, что, ну помимо там стиля, который понравился Ему что понравилось, что я сама добилась огромной просто высоты сама Без какой-то поддержки Вот это для них, для американцев очень ценно То есть они увидели, что я не пришла просто Вот возьмите меня, я вам докажу, я вам покажу А я уже много чего доказала, даже не прося, возьмите меня Они сами захотели И еще, что они мне сказали, что они увидели, какое Наблюдали же в социальных сетях Какое у меня, во-первых, количество людей, которые на меня подписаны Как я веду обратную связь с моими подписчиками И как они реагируют на мои песни, на мои какие-то там другие проекты То есть вот эта связь между людьми, которые на меня подписаны И я, да, вот что я им даю, что я им говорю Вот это их тоже очень подкупило То есть я правильно понимаю, что продюсер, менеджмент появился в твоей жизни Когда у тебя уже была начата, собственно, твоя карьера певицы То есть у тебя уже были синглы, у тебя уже были клипы И после этого они появились То есть не то, что вот они пришли и давайте делать из реки звезду Нет, конечно, нет Нет, никто такое не сказал Я думаю, вряд ли кто такое бы сказал Нет, то есть они посмотрели работу, они услышали, как я звучу Вот то, что сказал мой продюсер Он сказал, ты знаешь, вот есть такие люди, вот даже очень популярные Вот ты слышишь, да, какой-то сингл И ты не можешь понять, это кто, Ариана Гранде, это кто, там, Селена Гомес Ты не можешь понять, вроде что-то знакомое А есть, например, сейчас говорю, Мадонна, да, или Майкл Джексон Кто это, ты слышишь буквально несколько слов, ты понимаешь Это вот этот человек А мой продюсер сказал, у тебя такой голос, что сразу понятно, что это ты поешь Вот это ему тоже очень понравилось То есть ему понравился голос И спасибо Господу за то, что так все произошло Правда, очень верю И я знаю, что, кстати, вот немножко сейчас перешла с темы Но все равно хочу сказать, что я очень верующий человек И вот все, что у меня в жизни происходит, только благодаря Богу Это большая, ну, там, можно сказать, удача, кто-то скажет Вот ей просто повезло А я считаю, что потому что я очень верю И у меня такая связь с Богом очень близкая Знаешь, вот я могу разговаривать, я сама там Многие там говорят, ну, она, что-то с ней странное там, знаешь А вот ничего странного нет Я духовный человек И я знаю, что все, что у меня происходит в жизни Даже все те закрытые двери, которые были А поверь мне, знаешь, сколько было пролито слез? О, я тебе не могу даже сказать сколько Сколько было там все, я, ну, разбитое состояние души Депрессивные какие-то там моменты Я знаю, что все те моменты сделали меня только сильнее И слава Богу, что все те двери были закрыты Потому что я уверена, что если бы они были бы открыты Я бы не была бы тем, кем я есть сейчас Кстати, про Бога это недавно мне подруга прислала Мне кажется, полезно будет услышать тем, кто Сейчас, может быть, знаешь, в периоде Такое непонятно, плохо у него в жизни, хорошо в жизни Он там где-то сетует, знаешь, на жизнь Вообще все, что происходит Она мне прислала фразу из интервью Ты уже вырискорился Что когда ты говоришь, типа, да у меня все плохо Тебе Господь говорит, да ты еще не знаешь, как плохо И посылает тебе там еще больше, чтобы у тебя было сравнение И ты там как-то повернулся в другую сторону А когда ты говоришь, да у меня все классно Он тебе, а, классно, значит, вот тебе еще класснее Ты знаешь, если честно, давай вот к этой теме Вот трудно сказать, что у меня все классно, когда тебе плохо Да Это реально факт Давай не будем, знаешь, что-то фейкать Как говорится, когда реально человек разбит Когда у него нет денег купить, покушать Он не может сказать, что, ой, мне так классно Лучше будет Да, так замечательно Ой, ну будет У меня были такие периоды в жизни Реально были Я приехала, у меня были Мне не стыдно сказать, что я работала кассиром где-то там А как? Мне наоборот не то, что стыдно Я горжусь собой, что у меня не было мысли Пойти найти какого-то дядечку Который будет там устраивать мою жизнь Это вообще не мой характер То есть не моя история Кстати, это название моей песни Знаешь, я тебе хочу так сказать Очень легко на самом деле сломаться в жизни Очень легко Особенно в этой стране Везде легко Я что тебе хочу сказать, что На самом деле надо быть в гармонии С самой собой В гармонии, чтобы все было Знаешь, очень на одной ступени Очень легко сломаться Очень легко уже не верить И думать, что все уже Ничего хорошего не произойдет Но, как правило, сужу по себе Все самое лучшее в жизни, что со мной происходило Бывало после момента, когда было очень сложно Когда была ситуация Когда я понимала, что это тупик И все, нет выхода из нее Вот все самое лучшее Происходило тогда, когда я эту ситуацию проживала И, знаешь, с достоинством выходила из этой ситуации То есть не опускала руки Ну а вот что ты делала, когда ты такая Вот все, вот тупик Ничего не получается Что ты, какие действия ты принимала? Мало Шла вперед Шла вперед Не останавливалась Ну давай вот возьмем тебя как пример Можно? Можно Вот я YouTube, он эксперимент ставит на мне Мы с тобой только познакомились Да, вот буквально Но ты приехала тоже в чужую для тебя страну Ты делаешь свой блог довольно-таки успешно Не всегда, я уверена, у тебя получается то, что ты хочешь Правда? Что правда? Не всегда ты думаешь, да зачем мне это нужно? Все, я уже не буду это делать После каждого выпуска Вот, видишь? Ну ты же продолжаешь это делать Ну да А другой человек может сказать Нет, это не мое и не будет продолжать Потому что все равно это тоже твой бизнес Ты вкладываешь деньги в продакшн Ты тратишь свое время Но ты продолжаешь делать И я уверена, что все получится Потому что ты та, которая будет идти вперед И несмотря на то, что у тебя есть какие-то сложности Ты мне рассказывала об этом Я имею в виду там Это сложно иммигрировать в чужую страну И проходить через все Но если ты не остановишься Если ты реально имеешь вот этот passion Страсть к тому, что ты делаешь То тогда у тебя все будет хорошо Вот то, что я прошла У меня действительно была страсть к тому, что я делала Я понимала, что я хочу это делать Я понимала, что очень сложно Я понимала, что никто мне на блюдечке ничего не принесет Что мне надо работать Мне надо самой себе в первую очередь доказывать Что я могу, я хочу, у меня получится И слава богу, все получается Классно, интересно, что мы вообще перешли к этой теме Потому что Ну не хочется только говорить Ой, вот ты такая молодец Успешный успех Потому что это немножко неправда И очень много этого в инстаграме И люди часто из-за того, что они видят Что как все гладко у всех получалось Когда у них не получается Они думают, что дело в них А на самом деле просто Вот эту вершину айсберга человек показал А то, что под ней вообще никто никогда не рассказывает И как будто это зашкварно Знаешь, там когда-то Не знаю, не хотеть ничего делать Когда-то реветь И такой, у меня ничего не получается А все мы привыкли, знаешь, держать лицо Как будто мне это не всегда близко Ну потому что интернет, к сожалению, имеет Очень фальшивую маску И люди, в основном Я не хочу сказать все Но они как бы хотят показать То, что они не имеют на самом деле Я не знаю, почему Для лайков, для просмотров Для чего, не знаю Вот все хотят успех Вот показать, да Вот такой вот он успешный Ну что стоит за реальным успехом За реальным, а не за вот таким А люди не хотят рассказывать почему-то Знаешь, один человек мне сказал Я была в компании очень много лет назад Ой, русский человек, русскоязычный Он мне сказал Ой, это что, кассиром работала? И начал смеяться Представляешь? То есть это Я вот просто Я это, знаешь, почему На всю жизнь запомнила? Я просто подумала Боже мой Какой Ну Чтобы не обидеть человека Думаю Низкий Низкий Какой-то, знаешь Какой-то вот Просто вот Ужасный человек Как можно такое сказать? То есть Я не Я вот Даже до сих пор не могу понять Как можно было посмеяться Над тем, что я работала кассиром Ну да Ну или, знаешь, там Кто-то не может Из моего прошлого Которые знали, что я там Приехала без денег Без ничего Где-то там работала То секретарем То там вот на кассе Они не могут Пережить Моё вот этот вот Скачок И Постоянно принижают Да, она Понимаешь? Да То есть Они не могут Ой, ну кто она такая? Вот они до сих пор Из этой своей злости Они не могут Себе сказать Ну почему не сказать Что какая она молодец Вот просто Я всегда Людей наоборот Ставлю на веру Думаю Какой человек молодец Вот он смог Он действительно Там добился чего-то Это так мотивирует Так хочется тоже Вот на таких примерах Идти дальше Ну нет же Люди Они пытаются В грязь втоптать Они пытаются Вот так вот Тебя Унизить Понимаешь? То есть Раньше Там лет 10 назад Такое бы меня обидело бы Сейчас на меня на все иммунитет Ну для меня такие люди Это люди Которые сами себе Не могут позволить И они будут Работать где-то Когда что-то случится В таких местах Разных там Грязных эмигрантских работах Но Будут держать вид И говорить другим людям Совершенно другие вещи Что вот он такой классный Не знаю Врать и так далее Ну гораздо честнее Сказать Да, у меня сейчас такая ситуация Но я могу выжить В любом месте It's ok Я понимаю Зачем я это делаю сейчас И я могу Знаешь Там Не телом торговать А делать то Что сейчас Я могу для себя Но я знаю Куда я хочу прийти Для чего я это делаю Ты знаешь Цель очень важна Цель И ясное понимание Того Что ты хочешь У многих Если честно Нету ясного понимания Вот люди С кем я работаю Там 20-22 года Я спрашиваю А кем вы хотите Вот твоя цель Вот ты ко мне Там Пришла Пришел Что ты хочешь И у них нету Ответа на этот вопрос Я хочу быть популярным Вот мне Я знаю Я такое же слышала Понимаешь А чем ты популярен Да Я хочу быть популярным Думаю Боже мой Это настолько многогранный Такой ответ Но популярным может быть Адвокат Популярным может быть Кто угодно Блогер Насильный Да Конечно Ну то есть Это не ответ И тогда я понимаю Что человек еще сам Не может понять Что он хочет Лик Хочу перейти к рубрике Ботега Топму Для тех Кто не знает Это заведение В Лусанжелесе Ресторан Который открылся Чуть больше года назад Если я не ошибаюсь Я была на открытии По числе случайности Я не была с тобой знакома Не знала вообще Что девушка Причастна к открытию Этого ресторана Что она совладелец Меня тогда пригласили И это По-моему Единственное там Место Куда можно поехать Покурить там кальян Или Вечером встретиться На свидании Потому что Была летка такая Вот в валах В горах Наш Потому что Ну ты такой Даже думаешь Куда поехать Ботега Табу А ты Всегда в безопасности И плюс Это заведение Работало По-моему До двух часов ночи Что-то такое И этого здесь Не так много Все закрывается Рано Почему сейчас Ботега не работает Что случилось И какие у вас планы Да Действительно Ботега Табу Это как детище Такое К которому я шла Очень много лет И Когда мы наконец-то Открыли его Это было Большое счастье Потому что я могла Реализовать те идеи Которые у меня Копились в голове Очень долгое время Это вот как ты уже Сама обозначила У нас была Хука У нас был диджей Который играл С крыши Мы решили Не просто назвать Ботега Табу А это Ботега Табу И вайбхаус То есть место Где Дом наполненный Вайбом То есть положительными Эмоциями Дом Где ты приходишь И забываешь О телефоне То есть Больше сконцентрирован На общении У нас Была сумасшедшая Красивая галерея Картин И Сама атмосфера И я это говорю Не потому что Я хозяйка Ботега Табу А потому что Люди, которые приходили Они сказали Вот ощущение Что ты дома Как будто У тебя дома У нас Тоже недавно До того Как мы Сейчас расскажу Почему Закрыли ресторан То есть У нас У меня было интервью И передача на NBC California Life Они приходили Потому что Они слышали о ресторане И Вот они это и сказали Что такое ощущение Что мы у тебя дома Все очень Такая домашняя атмосфера И я поняла Что Моя цель И задача Выполнена на 100% Потому что То, что я хотела Донести Слава Богу Оно было Принято людьми Именно так Ровно Сколько получается 4 месяца назад В день Нашей годовщины Который мы готовились Несколько месяцев В 4.30 утра Я получаю Звонок на телефон Что Ваш ресторан Горит Ну Знаешь Первое такое Когда ты просыпаешься В ту ночь В ту ночь В то утро Я не могу тебе сейчас передать Это Ощущение Ну Это страшное ощущение Это просто Ну Какое-то Отчаяние Или Разочарование То есть Это страшное ощущение Такое ощущение Что Горит твой дом Вот Ну Вот Такого Такого Такое ощущение Что произошло Мы до сих пор Не знаем Многие Считают Что кто-то Поджег Ресторан Специально Потому что Опять же Повторюсь Это было Перед годовщиной Празднование Годовщины Первой Годовщины Нашего ресторана И мы к этому Тщательно готовились Люди приехали С разных штатов И у нас Была определенная Закрытая вечеринка Шоу Программа И мы должны были Делать представление Нового меню Десертного И соответственно Все вот Сгорело А вообще Насколько это Прибыльный бизнес Был Ты Ну Кто-то приходит В ресторан Бизнес Понимает Что не очень Получается Не очень Это прибыльно Как представлялось И уходит Из него Разочаровываюсь Кто-то наоборот Делает потом Из этого Сетку По разным городам И странам Какой у вас Был опыт в этом Вот абсолютно Верно Замечено Что Разные цели Разные экспириенсы Опыт разный У нас Изначально Была цель Сделать сеть То есть Боттэго Табу Вайпхаус Именно с целью Распространить Этот ресторан По всем штатам И как раз На нашей годовщине Празднования Два инвестора Прилетели Из двух разных штатов Которые Должны были С нами Идти дальше И следующий Локейшн Должен был быть Вест Голливуде А другой Сан-Диего То есть мы уже Планировали Ну Произошло то Что произошло Но Я хочу сказать Что многие Обсуждают И думают Что мы не откроемся Назад Что на этом Как бы все И закончено Это неправда К сожалению В Америке Очень сложно Особенно после того Что ковид Настал Очень сложно Получить назад Пермиты Это разрешение На строительство Заново ресторана То есть мы В процессе получения Дай бог Что мы получим Все В течение еще Нескольких месяцев И нам нужно Еще несколько месяцев Для того Чтобы полностью Восстановить ресторан То что Со своей стороны Я обещаю Что это будет Даже лучше Чем было То есть У нас будет Немножко Ремадлинг То есть Немножко Чуть-чуть Другой Апгрейд У нас будет Абсолютно Новая патио То есть Аутсайд Будет другой То что я могу Гарантировать Вайп Будет такой же Почему мы Открываемся назад Номер один Потому что Мы Вот год у нас Он просуществовал И действительно Первые полгода Было не так легко Но после Вот того Как прошло Шесть месяцев Просто сумасшедшее Количество людей Приходили И отзывы У нас в ресторане Снималось шоу Лизы Вандерпамп Вандерпамп Рулс Которая Выходит на Браво Канале И у нас Огромное количество Звезд Приходило Которые говорили У вас Уникальное место К вам хочется Возвращаться Несмотря на то Что мы находимся Все-таки в валах До нас надо ехать Поэтому это стимулирует И мы вернемся Я правильно понимаю Что вообще Страховка Должна покрыть Ваши расходы Которые вы понесли В связи с потерей ресторана И которые вы можете взять Потом для восстановления Ресторана Ты правильно это понимаешь Но к сожалению Реальность немножко Другая Немножко печальная То есть мы тоже так считали Что конечно же Страховка должна покрыть Но страховки сейчас К сожалению Ничего не хотят покрывать И им легче встретиться В суде И чтобы как говорится Суд решил То есть они не хотят Тебе выплачивать то Что они обязаны выплатить Они хотят Маленький минимум Выплатить И все То есть они Поэтому оттягивают Они говорят Что надо Встретимся в суде Вот пусть суд решает Это все Именно Из-за этого Мы не можем сейчас Открыться То есть нам надо Дождаться Пока страховка выплатит Чтобы потом Начать строительство И закончить проект А что вы сейчас Сделаете Точнее как вы будете Выбирать страховку Когда вы будете Думать об открытии Когда вы уже Сделаете Новый ресторан Мы хотим Сейчас сначала Добиться Положительного Результата С этой страховкой Потом мы будем Уже думать И взвешивать Дальше Ну честно тебе сказать Все плюс-минус Одинаковые Страховки Вот реально Не только у нас У нас есть друзья Они сказали У нас те же проблемы То есть Страховка не гарантия Ничего Нет сумасшедшие деньги Платим за страховку И потом вот такой результат Что мы не можем Назад получить Какие-то вещи Которые нужно покрыть Какой прогноз Адвокат делает Адвокат на все Сто процентов Сказал Что на нашей стороне Он сказал Что ребята Вы должны понять Что сейчас в Америке Не самые лучшие времена И страховки Тоже пытаются Воевать И за каждый доллар Грубо говоря Поэтому ничего страшного Нас это не пугает Но мы будем бороться Кроме ресторана Есть у тебя еще Какая-то идея Офлайн бизнеса Которые ты еще Не реализовала Но у тебя где-то в голове Знаешь такая мечта Иметь еще Какой-то другой бизнес Честно говоря Нет У меня нет Абсолютно никакого Желания Иметь какой-то Другой бизнес У меня всегда Именно было желание Иметь ресторан Вот Так что У меня сейчас Единственное желание Это продолжить Мою идею Восстановиться И как я сказала Ранее Я хочу сетку Свою Чтобы этот ресторан Существовал В разных штатах Завершая тему Батега табу По твоему опыту Скажи Что людям нужно понимать Прежде чем открывать ресторан Либо даже небольшую кофейню С чем ты столкнулась Что ты не понимала В начале этого пути Я не понимала Что это настолько сложно Если честно Я знала Что это сложно Я знала Что очень много И заморочек Я знала Что у тебя на бэкапе Должны быть деньги То есть ты не можешь Последние Свои деньги положить Заратитывая на прибыль Конечно То есть ты должен понимать Что ты должен вкладывать деньги В хороший маркетинг Это очень важно Раскрутка ресторана И ты должен понимать Что с первого дня С первого месяца Никогда у тебя не будет Никакой прибыли Это как минимум Надо полгода работать Для того чтобы Оно потом Ты начинал увидеть Какой-то результат Ну да Я про ютуб Говорю ребятам Сколько я помогаю С ютубом Что вы должны 4-6 месяцев Просто Выкладывать видео В определенное время В определенный день Недели И только потом Вы можете Хотя бы адекватно Прочитать аналитику Не то чтобы Результат какой-то Получить Безусловно Просто аналитику Прочитать И я понимаю Что из-за того Что Вот эти вот Из-за того Что в социальных сетях Очень пушится Этот квантовый рост Сразу Быстрый рост Делаешь видео Получаешь Тут же результаты Просмотры У людей Искаженное Представление Об этом И они там После первого Второго видео Они уже сложили лапки Знаешь Типа У меня ничего не получается Это все вранье Ну или там Разочаровываются в себе И перестают делать Хотя Это просто Ну есть алгоритм Который вам просто Не транслируют Другие блогеры Или люди Которые этим занимаются Потому что Никто Не хочет купить Долгую работу Все хотят купить Быстрый результат Поэтому Зачем вам это Транслировать Если это не продается Ну это Большая Большая Ошибка Этих людей Которые Ждут результата Сразу То есть Такого не бывает У меня кстати Я Говорила о том Что я занимаюсь Продвижением людей И многие Кто приходят Они хотят сразу Вот через 3-4 месяца Чтобы моя дочка Либо мой сын Или там Еще кто-то Да Чтобы они стали звездой Ты знаешь Мне это так Вот реально Смешит Такой подход Я думаю Ну неужели люди Реально верят Вот в такое И неужели они думают Что такое возможно Ну это инфантилизм Своего рода Это инфантилизм Это какая-то Это какая-то Какие-то розовые очки То есть я считаю Что это даже глупость Какая-то С одной стороны Я не понимаю Даже как люди Приходят к этому Думая Думая что через 3 месяца Человек может стать Суперзвездой Ну и наверняка Обижаются Если они не стали На тебя А не на то Что они Изначально стратегию Не простроили Знаешь Нет Я просто такой человек Который реально Говорю вещи Я никогда не кормлю Обещаниями И не говорю Да-да-да-да-да Потом Ну знаете Ваш сын Недостаточно талантливый Нет То есть такого нет Я реально Говорю Как Что И как я это вижу И только после этого Когда человек соглашается Мы идем И самое главное Ну самое главное Я даю результат Люди видят Они кайфуют И мы растем дальше А какой срок Ты говоришь Не 3-4 месяца А какой там Год, два, пять Хотя бы Хотя бы Смотря что Если человек там поет Ну до года Вот до года Поработает Мы запишем песни Мы сделаем клипы Я со своими связями Сделаю все возможное Чтобы этот человек Выступал Там в определенных Местах Я со своими связями Если песня качественная А я работаю только С топовыми людьми Из индустрии Мы сделаем качественную песню Естественно Она попадет В какой-то топ Или на радио Это не может случиться За 3 месяца Это нереально Если кто-то скажет Что я могу сделать Это убегайте От этого человека Это просто Кто-то хочет содрать Деньги за 3 месяца То есть надо понимать Что это процесс И я считаю Вот я просто Я просто говорю по себе По себе сужу Я бы На месте этого человека Рискнула Потому что это тоже год Это не 10 лет твоей жизни И ты Вот лучше сделай Это небольшой срок И если ты увидишь В течение года Прогресс и результат Тогда Ты будешь продолжать Но я всегда Обещаю И гарантирую результат Ты когда начинала делать шоу Уже тогда Я имею в виду шоу Miss Russian LA Ты уже тогда Предглашала Медийных местных гостей Которые Собственно Сидели в жюри Как ты это делала? Как ты выходила? Не зная тут особо никого На первые имена? Значит встречный вопрос Ты сейчас говоришь Про медийных людей Американцев Или русских Американцев Ага Вот смотри Шоу у меня Действительно За несколько лет Буквально за 3 года Набрало сумасшедшую популярность И это было Я была первым Создателем шоу Такого рода И моя цель была Не просто показать Там обнаженных девушек Красивых русскоязычных На сцене Никогда не было Такой целью У меня цель была Сделать шоу талантов И показать Что наши девушки Они талантливые Потому что стереотип Русскоязычных в женщинах Ну какой Просто красивый Приехала за грин-картой И не всегда с мозгами Вот моя цель Была именно в моем шоу Показать Что они талантливые девчонки И у меня действительно Все финалистки Их было как правило 10-12 Они были все Очень талантливые И куда бы я ни ходила Когда меня приглашали На какие-то мероприятия Они меня представляли Люди Как вот Продюсеры И основателя конкурса Miss Russian LA И потом уже United States И вот так Знакомя с людьми Я их приглашала Быть в жюри Большинство соглашались И потом Эти же люди Они как раз Помогали Вот этим девочкам Уже переходить На новый этап В их карьере То есть цель была такая Чтобы они заметили талант И дальше уже Помогали развивать его То есть получается Можно сказать Что чтобы пригласить К себе Медийных людей Нужно их заинтересовать Но главное Ты должен понимать Свою мотивацию Для чего ты это делаешь И просто честно Рассказывать об этом И дальше Если ты сметчишься с ними Тогда они сами На желание проявят И придут к тебе А когда ты будешь Просто искусственно Их звать ради их имени Ради, не знаю Там привлечения внимания Тогда это просто не сработает Этой химии не будет Никогда в жизни не звала И никем не пользовалась Лишь бы ради того Чтобы был У нас всегда взаимоотдача была И люди, которые, знаешь Со мной работают Которые со мной Ну долго На протяжении Долгое время Они знают Что я больше отдаю Нежели чем забираю То есть это вот просто Мое такое Знаешь Не знаю Как вот Жизненный такой смысл Что больше надо отдавать Ну естественно Соответственно Все получали Колоссальное удовольствие Во-первых От качества Продакшена То есть он был На таком уровне Что они приходили Говорили Ну это просто Ну трамповское шоу Ну это просто Вот мне так было приятно Это слышать Что все От А до Я Он настолько вот Знаешь Слаженно И на одном дыхании И все Никаких заменок Никаких вот Каких-то таких Темных пятен Все было гладко Все было действительно На шикарном уровне Но самое главное Чем я горжусь И то, что я всегда говорю Мое шоу было Абсолютно честное Ни разу в жизни Не было ни одной Проданной короны Как принято считать У нас Знаешь Вот Что все продается Но предложений было Как минимум Два или три На протяжении Десяти лет Одно предложение Было от самой Участницы И два предложения Было от вообще Посторонних людей Которых я знала Они мне говорили Кстати у меня даже Есть запись Этого разговора Я специально записала Да Потому что Во-первых Меня это обидело Но они мне позвонили Скали вот девочка Там у нее бойфренд Очень состоятельный Вот хотелось бы И естественно Эта девушка Даже в тройку победительниц Не вошла И Естественно Это потому что Она не могла претендовать Или потому что Я точно знала Ты обиделась И такая Нет Во-первых Я просто точно была Уверена была Что она Она не займет Первое место Не потому что Потому что я знала Есть сильнее девочки То есть вот реально Есть сильнее девочки И это было бы Настолько очевидно Если бы она Выиграла бы первое место Что это просто Купленный проект Мне не нужно было это Да Она красивая Но ее конкурс Ее талантов Не был такой сильный Кстати говоря У меня девочки Которые выигрывали Они Может быть По внешности Где-то проигрывали Другим участницам Но По таланту Выигрывали И другие участницы Которые вот такие Очень красивые Но недостаточно талантливые Они создавали группу И писали Да какой у нее Отвратительный конкурс Это не конкурс красоты Почему выигрывают Только талантливые А они все страшные Ну Девочки писали То есть знаешь Такой хейт был Но мне кажется Что Вообще я считаю Что не существует Некрасивых женщин В каждой женщине Есть изюминка Каждой женщине Надо дать Возможность Побывать на конкурсе Красоты Потому что Вот этот стереотип Метр девяносто Вот эти вот Знаешь там Девяносто шестьдесят девяносто Ноги от ушей Кто придумал этот стандарт Почему считают Что она красивая А девочка Которая метр шестьдесят пять Она не может быть Только потому что Она ниже Ну вот давай только Вот так вот Глубь копнем Почему Кто придумал такое То есть получается Она красивее Только потому что Она выше И имеет вот этот стандарт Я эти свои Все стереотипы Пыталась Разбить на своем конкурсе Показывая Что нет такого В любом шейпе В любом виде Женщина прекрасна И вполне достойна победы Кстати говоря Мне еще хочется поговорить С тобой про тему харассмента Которая пошла Собственно отсюда Начала подниматься отсюда И я прочитала Еще в далеком В семнадцатом году Сколько там Семь лет назад О том Что ты говорила Тебе предлагали Секс за награду На твоем шоу И ты тогда была В ужасе от этого Но вопрос у меня не про это Мы не будем копаться Там в семилетнюю давность Я хочу узнать Вообще на твоем этапе Становления тебя Твоя карьера Ты приехала сюда Там девчонкой Да можно Могло прилипнуть Очень много всего Странных людей Которые Знаешь Под видом помощи тебе Могли там Не знаю Предлагать Представать Как-то обращаться Неправильно Сталкивалась ли ты Когда-то с харассментом По отношению к себе В твоей карьере В твоей работе Слава богу Не сталкивалась Во всяком случае Никто Для меня То, что ты говоришь Это то, что Грубо говоря Тебя схватили И начинают принуждать Вот это А не то, что сейчас А ты знаешь Как люди говорят Тебе сделал комплимент Кто-то Все Ты уже говоришь Он сексуальный маньяк И он от меня что-то хочет Это значит странно Вот реально Правда же странно Или там человек В стране комплиментов Или знаешь Люди уже боятся Даже если кто-то К тебе близко подошел И шепнул что-то на ухо Все Девушка зацепилась Актриса, певица Уже идет Говорит Он ко мне Подошел ближе Чем положено То есть я все-таки Адекватный человек И иногда Когда я в прессе Читаю вот это Вот он что-то сделал Это конечно Не исключено Очень много Очень плохих людей В нашей индустрии Не только в нашей индустрии Которые пользуются И соответственно Ну какое-то даже Насилие происходит Либо там Вот я тебе Ради этого Ты там обязана Там со мной Пойти ко мне в номер То есть Ну я с этим Не сталкивалась Во всяком случае Не могу тебе сказать Что может быть Потому что я повода Никогда не подавала Знаешь Как кто-то бы сейчас сказал Знаешь Короткая юбка Это уже повод Да Как говорится Нет Но Я Меня бог Сберег То есть не было Никогда такого Что кто-то мне сказал Давай делай что-то И мы там тебя продвинем Но при этом У тебя достаточно Сексуальные образы В твоих клипах И в инстаграме И вообще В твоем позиционировании Себя как артиста И поэтому Логично предположить Что кто-то Видя эту картинку Знаешь Условно Есть же такое мнение Что если ты себя Выставляешь в купальниках Значит ты хочешь Чтобы там Не знаю Чего-то другого Чем просто Выставить себя в купальнике Соответственно Если ты в клипе Где-то в сексуальных нарядах Значит ты готова На все У тебя нет никаких Моральных принципов Ты вот Только через секс Продвигаешься Знаешь Это кстати классно И хочется тебе предложить Как будто И странно что Ну удивительно Точнее даже не странно Удивительно Что ты не сталкивалась С этим Как ты говоришь Потому что Ну логично предположить Что кто-то увидел Такую А ну значит Можно ей так Предложить Нет Я думаю Что те люди Которые Меня очень хорошо знают С кем мы работаем Они уже точно Наверняка знают Меня И знают Что это все Сценический образ Потому что Сценический образ Бывает абсолютно разный Там Леди Гага Когда начинала У нее вообще было Такое Какое-то Монстр Образное Какая-то Никто не знал Что она сделает Никто не понимал Вообще Это мужчина Женщина Что с ней происходит И на этом Она сделала себе имя А потом Уже она сейчас Посмотри Как у нее образ Поменялся Абсолютно Поменялся образ То есть Я не могу тебе сказать Что мой образ Какой-то вульгарный Или не дай бог Какой-то там Отвратительный Мы Да Показываем Какую-то женскую Сексуальность Но тоже Это имеет свою Грань какую-то То есть Это не то Что знаешь Кто-то посмотрит И скажет Фу Какая мерзость И ну Неинтересно Не неприятно На это смотреть То есть Есть какой-то Лимит Да Образ Сценический У меня такой В жизни Я другой человек В жизни У меня другие ценности В жизни Я вот Ко всему отношусь По-другому И опять же Повторюсь Те люди Кто меня окружают В работе Они знают Что ко мне Не подкатить Вообще никак Вариант такой Что варианта нет Правильно я понимаю Что вот это шоу Из-за того Что у него была Репутация хорошая И ты говоришь Качество тоже Я о нем слышала Я тут не так давно Но я слышала Об этом шоу Смотря на то Что сейчас Оно уже закрыто Оно тебе дало Как раз таки Возможность Попадать на красные дорожки Оно тебя сделало Узнаваемым И оно тебе Отчасти Помогло В том числе Работать сейчас Певицей И помогло Попасть в шоу-бизнес Из-за того Что у тебя Уже была Репутация Абсолютно точно Вот именно Благодаря этому шоу И той работе Которую я проводила И в Лос-Анджелесе И я делала Еще и в Нью-Йорке Оно дало Вот это имя Мое И благодаря этому Я соответственно Познакомилась Вот с такими Большими именами Продюсерами Которые Соответственно Помогли потом Дальше меня Познакомить с другими Людьми Которые в меня Уже поверили Как в певицу Ты мне за кадром Сказала Что первые твои шаги Певческие поддержал Очень Филипп Киркоров Хотя Филипп находится в России Ты находишься в Америке И ты делаешь карьеру здесь Он делает карьеру там Каким образом это случилось Я видела Заголовки разные Где писали Вообще Приписывали вам роман Что он там И кольцо подарил И приезжал в Америку К тебе И так далее Но я так понимаю У вас Дружеские отношения И он тебя очень поддержал В чем Как вообще Это знакомство произошло И его поддержка Существилось Филипп Киркоров Это просто кумир Моего детства И сейчас тебе расскажу До того Что я с ним познакомилась Лично Мне было 16 лет Я участвовала Еще когда жила в России В конкурсе красоты Заняла первое место И у меня был такой плакат С моим Вот С этой короной С моим изображением И я помню Был концерт Филиппа И я не могла Туда попасть Билеты были Очень дорогие И я хотела Попасть очень На его концерт И директор Вот этого Концертного зала Был знакомый Моего знакомого Я передала Этот плакат И попросила Автограф Филиппа Когда мне принесли назад Там было написано Самой красивой девушке Лики От Филиппа И его подпись И вот Я до сих пор Храню этот Плакат Просто чтобы ты понимала Тут 2016 год Мой очень близкий друг И очень талантливый Петр Дранго Знаешь Акорианист С кем я очень давно Уже лет 11 дружу Он Естественно Тоже дружит с Филиппом Мне сказал Что Филипп приехал в Америку И я ему говорю Ну Ты знаешь Если у тебя когда-то Будет возможность Просто меня с ним познакомить Даже Сделать с ним фотографию Вот прикоснуться К такой легенде Я была бы счастлива Он говорит Ну Ты знаешь Филипп очень своеобразный человек И на новые контакты Он не всегда Ну Готов Готов На что я абсолютно понимаю Это знаешь Как бы Действительно Ну я думаю Такое количество людей Тоже липнет Можно сказать К таким Персонам Из-за Разных мотивов И поэтому Ты не можешь Сразу отличить Кто к тебе Искренне относится А кто хочет У тебя урвать Или постояв с тобой рядом Это еще 10 лет Использовать Для своих корыстных целей Сто процентов Поэтому я абсолютно К этому адекватно Отнеслась И искала Если просто Будет возможность А я помню этот день Как будто Это произошло вчера Звонит ко мне Петр Говорит Лик Это было воскресенье Вот через 20 минут Ты должна быть На Родео Драйв У нас есть Филиппо в ланч И он Окей С тобой познакомится Я не знаю Каким образом Я была через 20 минут На Родео Драйв Как я быстро собралась И на каком вертолете Я прилетела Я была там Практически вовремя И познакомилась С Филиппом И у нас Вот произошел Этот мэч Знаешь Клик С первой секунды То есть Вот моментально Потом У нас был ланч И после этого Он сказал Я хочу пойти на шоппинг Филипп очень любит шоппинг И Петя говорит Нет Я не по этим делам Я уезжаю Он говорит Лик Пойдем со мной Все Вот после этого Мы Не разлей вода В каком плане Когда естественно Я прилетаю туда Либо он приезжает сюда Но у меня с ним Настолько Теплый Добрый Близкий И даже какие-то Какие-то Вот Я даже не могу Объяснить Родственные отношения С Филиппом Что Я могу к нему позвонить В любое время Дня и ночи Он приезжает сюда Никогда в жизни Он Если приезжает сюда Он не такого Что мы не видимся Мы все его Вот время в Америке Проводим вместе Филипп Очень Добрый Друг Очень щедрый Друг Очень У него большая Душа и сердце И Те люди Которые не знают Филиппа Вот как и знаю я У них может быть Там какие-то свои Да Мнения Потому что Когда я начала С ним только дружить Какие-то там Хейтеры начали мне писать Да ты что Там Филипп такой Такой Вот Я представляю Что обо мне пишут Обо мне наверняка Говорят и пишут За спиной Тоже такие вещи Но те люди Которые не знают Человека Они не имеют Права такое писать Да Вот И поэтому С Филиппом У нас Любовь А как он помог тебе Именно в карьере В твоей Я написала Песню Огни Я ее написала Довольно-таки давно Еще до Двадцать первого года И Никогда Не Имела вот этой Смелости Ее выпустить Или спеть Ну всегда думала Может быть кому-то Подарю Или отдам Как бы я люблю петь Любила петь Всегда Но я никогда Не делала это На профессиональном уровне Объясню тебе Что такое называется Профессиональный уровень Это когда ты занимаешься С вокальными педагогами То есть Когда ты вот Профессионально Ответственно Подходишь к этому Я это не делала До двадцать первого года Я любительски пела В караоке Да Мне там Многие друзья Говорили А почему ты Не поешь Профессионально У тебя так хорошо Получается Но я никогда Не думала Об этом Для меня Это больше Была знаешь Какая-то детская Фантазия Желание Незавершенный Гештальт Как говорят Но никогда Не думала Что я буду Заниматься этим Профессионально И тут Когда я записала Демо Отправила Филиппу Говорю Филипп Ну что ты скажешь А Филипп Именно тот человек Кто скажет Кто может сказать Лик Ну молодец Оставь дома И слушай На выходных То есть Абсолютно Может спокойно Это сказать Он послушал Он сказал Это песня Хит И твое исполнение Очень Меня удивило Я говорю Ну вот я не знаю У меня тысяча и одна мысль Стоит Не стоит А я еще По знаку зодиака Я весы Я тоже Ну то есть Ты меня тогда понимаешь Как никто другой Когда ты вроде Очень-очень-очень-очень Хочешь А потом В один момент Думаешь Нет А потом опять И вот эти вот Чаши у тебя Колеблются Он говорит Послушай Ты обязана Ее выпустить Я ее выпустила Можно сказать Что он Был тот человек Который Вот Мнение которого Я послушала И решила ее выпустить И соответственно Никогда не пожалела Потому что Мы сняли клип Клип выиграл Много Огромное количество Фестивалей У меня Если я не ошибаюсь Я прям зачастую Чтобы не было никаких ошибок Твое видео Первое музыкальное видео Получила Лос-Анджелес Фильм Эвордс Это как раз за песню Огни Которую тебе Посоветовал выпустить Филипп Твою решимость Да Но мы выиграли Я не могу сказать Я не могу сказать Что он ее любит Если он так К ней относится И в конце Женщина Насколько бы она Не была привязана К этому мужчине Она видит Все вот эти Красные флаги И понимает Что он Такой Непорядочный Человек И в конце Она делает Вот этот вот Шаг Оставить его Выкидывает Это дорогущее Кольцо И понимает Что она не хочет Ценой денег Быть вот С таким Непорядочным Отвратительным Абьюзером Вот И как бы Эта история Очень зашла Понравилось И Нью-Йорк Фестивал Вот как раз Л.А. И еще Куча наград Получили За этот клип Да Вау Да Я когда читала Я была удивлена Потому что я увидела Название Огни Огни на английском Я не очень поняла Сначала А потом Собственно Почитала больше Я удивилась Что это все-таки Русская песня На русском языке И Она получила Здесь признание Из-за этого Потому что все равно Когда начинаешь Смотреть русский ютуб Русскоязычный ютуб То есть небольшой шлейф Что к русским Как-то так Относятся В Европе В Америке И я иногда хочу Прям этим ведущим Не знаю сказать Да нет Приедьте Посмотрите На самом деле Если ты делаешь Качественную работу Если ты в целом Порядочный человек То у тебя так и относятся Если наоборот То конечно Будет шлейф Но не потому Что ты русский Или еще какой-то Вот опять же Если говорить О стереотипах Конечно можно так Думать И бояться Ой я не буду Тогда продвигаться Потому что я русский Я из России Я не буду Ну это же глупости Но как Это неправда Как раз в тему этого Я часто вижу Здесь молодых ребят Которые приезжают И они имели Уже бэкграунд В России В музыкальной карьере Но здесь Из-за того Что большая конкуренция И ты понимаешь Что у тебя Например акцент У тебя там Непонимание до конца культуры Тебе легче Уйти в другую нишу И похоронить Идею музыкальной карьеры Чем вступать И вот в этом Непонимании Как здесь прорваться Когда я не знаю Там Есть мои леса И русские Прямо говоря И из-за этого Ребята Ну теряются И у них не получается Плюс Еще один поинт Который они говорят А покажи мне русских У которых получилось Поэтому они Не видят примеров И им знаешь Легче в свою норму Зайти Но Еще я буду лезть Не получается У русских здесь Как ты думаешь Почему не получается Вот я думаю Что именно Потому что у них Эти все стереотипы И вот им кажется Что вот у русских Там каких-то не получается Где-то сложно пробиваться И им легче Скинуть все на это Нежели сказать Что вот я вот такой Не до конца Амбициозный человек Не до конца Со стержнем Для того чтобы бороться И идти вперед Ну Жизнь наша Это борьба В любой сфере борьба Оно не бывает Ничего Сразу Моментально По щучьему велению Знаешь По моему хотению Не бывает Такое только в сказках Мы Если у нас есть Реальная цель Мы должны пробивать Просто все горы Все что Вот Даже тебе тысячу человек Скажет нет Ничего Ты пройдешь этот период А потом найдется человек Который скажет тебе да Ну вот видишь Когда тебе говорят нет Ты же и думаешь Что ну как Мне же уже сколько человек Сказало Значит нет Вот это проблема Недостижение цели И успеха Потому что люди останавливаются А акцент Который Например У тебя есть в песнях Наш русский Может помешать У меня нету в песнях Акцент Вообще У артистов Нет Послушай Во-первых Это кстати большая работа Вот со мной работают педагоги И они удивляются В жизни у меня есть акцент Это нормальное явление Я не родилась в Америке Он все равно присутствует Но он не русский акцент То есть они еще догадываются Откуда ты Но они удивляются Говорят Как так Ты поешь абсолютно без акцента А разговариваешь Все-таки мы слышим его Вот для этого существует Колоссального уровня Большого педагоги Которые работают И помогают тебе Вот в записи этой песни Для того Чтобы полностью У тебя не было акцента Насчет акцента Знаешь сколько Испанских Я уже не говорю Там Пенелопа Круз У нее знаешь какой акцент Ты не поймешь вообще Что она на английском говорит И таких как Пенелопа Круз Очень много людей Они же стали популярными Бандерас Там и еще другие Почему они стали популярными Наверняка потому что Они не сидели и не думали У меня акцент У меня то Они просто шли вперед И прорывали себе Вот эти вот горы И наверняка в этот период Когда они были Вот такие целеустремленные И находились люди Которые в них верили Я считаю Талант очень важен Это действительно Компонент важный Но помимо таланта Знаешь сколько Есть талантливых людей Которые где-то вот там сидят У тебя должен быть Этот драйв Уверенность в себе И точное понимание Что ты хочешь Точное понимание того Что пока я этого не добьюсь Я не отступлю Вот я буду всеми силами Идти к этому И поверь мне Вот случится Если человек С таким настроем Будет Долгое время Прорывать себе Путь К успеху А мы можем от тебя Дать не знаю Три-пять шагов Что делать человеку Который буквально Вчера приехал И он хочет здесь Как и в России В другой стране Русскоговорящей Здесь строить карьеру Музыкальную Безусловно Смотри Я считаю Что музыкальную карьеру Надо по-любому В себя вкладывать Это тоже Сказки Если сейчас скажет Я ничего в себя не вложил Ничего не сделал Вот ты тоже Ты имеешь ввиду денег Я записываю Там какие-то Музыкальные клипы Не всегда мы находим Давай уже не сейчас Сейчас уже Слава богу У меня команда Которая все делает За меня До того, что я нашла Эту команду Я вкладывала свои деньги Не всегда находила Спонсоров И вот это Когда у меня уже Образовалось Определенное портфолио Резюме Вот это мне И дало Вот этот скачок Когда я могла уже Показать Что я сделала Продюсерам Каким-то Потенциальным спонсорам Что я советую Ребятам Которые только приехали Вот хотите вы Стать блогером Или Вот то, что ты делаешь Делайте Чтобы потом показать Что у вас есть Хотите вы музыкальные карьеры Записывайте Ходите Тратьте Там свое время На то, что Заниматься Там Вокалом Записывать Какие-то клипы То есть пока записывать В стол Кладывать куда-то на ютуб Или на площадке Куда ты можешь Обязательно А потом уже с этим портфолио Идти к большим Да И не бояться Что ты может сделаешь Не на таком уровне Знаешь У нас же тоже Какие-то страхи есть А вдруг я недостаточно Там хорошо сделаю А кому-то не понравится У меня нету там Денег для того Чтобы крутой клип Какой-то записать Все равно Главное не стоять Знаешь Под лежачий камень Вода не течет Мама так говорит Это реально так Потому что нужно Постоянно быть в движении Постоянно показывать Постоянно показывать Своим подписчикам Там людям Кого ты вдохновляешь Каждый из нас Кого-то вдохновляет Это номер два Также не пропускать Мероприятия Если у тебя есть Кто-то Кто сказал там Друг Подруга Или Вдруг тебя Пригласили На какое-то мероприятие Обязательно ходить Потому что Это называется Там где ты Можешь познакомиться С одним человеком Который выведет тебя На совершенно другой уровень То есть Нетфоркинг Где бы Обязательно Это просто Обязательно Особенно в этой стране По максимуму ходить Потом Естественно Это Как говорится State of mind Что ты Себе закладываешь в голову В итоге все равно Так и получается То есть работать Со своим состоянием Получается Абсолютно Будут у тебя Негативные мысли Какие-то Вот Постоянные страхи Ну ты будешь Очень долго Конечно Приходить к тому Чтобы Выйти На Хороший уровень Успеха Нужно Конечно Очень хорошо Работать Над своими Мыслями Наши мысли Наше все Я всегда это Говорю Говорила Буду говорить То есть Надо Не бояться И понимать Что все Что у нас В голове Это все От нас Это мы Зарождаем Эти все мысли Негатива Страха Беспокойства То есть В принципе Не все Так страшно Как мы Себе Преподносим В нашей голове Поэтому Нужно Это все Убирать И Знаешь Шоу-бизнес Это тот же бизнес А в бизнесе Что самое важное Риск Нормальный Обоснованный Риск Но если ты Не рискнешь Ты Не получишь Никакого результата То есть Да Результат Может быть Хорошим Но ты не узнаешь Если ты не рискнешь Поэтому я всегда считаю Что нужно рисковать Сказала Что нужно вкладывать В том числе Средства Условно Где-то Зарабатывать Идти на другую работу Пока ты еще Не достиг чего-то В том Что ты хочешь Вкладывать туда Пока у тебя Не начнет получаться Но Мне не очень понятно Вот смотри Я вкладываю Я понимаю Куда нужно Тратить деньги А как с этого Зарабатывать Здесь Не очень понятно И в какой момент Можно это начать Вот ты записал Первую песню Выпустил первый клип Выложил Не знаю Выложился В какую-то рекламу На которую Тебя хватило денег А дальше Где заработок Этот получать Чтобы у тебя Тоже оставалась Мотивация Это же тоже Деньги Очень тоже мотивируют Когда ты делаешь Десять лет И не получаешь Возврат Ты устанешь Перегоришь Ты больше просто Не сможешь Когда ты хотя бы Один раз Получишь Не знаю Доллар За свое творчество То ты такой Окей Сегодня доллар Завтра больше будет И я смогу оставить Нелюбимое занятие И уйти в любимое занятие И оно меня прокормит Вот где здесь деньги Куда они начинаются Из чего Вот смотри Во-первых Ты сейчас Такую ключевую фразу Произнесла Вот десять лет Он это все делает У него все Вот на одном месте Да Не идет Тут уже какая-то ошибка То есть если ты Десять лет Что-то делаешь И не видишь рост Да Какая-то очень большая Ошибка В этом присутствует Я считаю Что Если нету роста Не то что Ты все уже Я не хочу этим заниматься Значит ты должен Что-то менять Ты должен что-то Прибавлять Отнимать Менять команду Менять стиль Там Ну Работать над этим Тоже Не просто Как знаешь Заведенный робот Там работаешь 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 И не анализируешь Свою работу То есть тут конечно Что-то Какой-то компонент Отсутствует Тут надо понять Почему у тебя Нету роста Что я считаю Как естественно Люди зарабатывают Над этим Это скачивание То есть Тебя должны Хотеть слушать Если у тебя нет Аудитории То ты не заработаешь Никаких денег Потому что ты можешь Хоть всю жизнь Записывать песни Но если будет Один человек Который тебя слушает Твоя мама И больше И там Твои близкие друзья Ну извините Вот ты на этом Конечно Далеко не уедешь То есть ты Должен Приумножать Аудиторию Которая тебя слушает Которым ты нравишься И вот если за 10 лет Человек не заработал Хотя бы чуть-чуть денег Чтобы Оправдать то Что он уже вложил Это означает Что Ну Что-то там Что-то странно То есть это Что-то не то Что-то пошло не так Ну да Но опять-таки В эту аудиторию Тогда что Вкладываться Делать какие-то коллаборации Это 100% Все вот этими Во-первых Коллаборации Конечно Коллаборации Во-вторых Например Вот даже ты записываешь клип Да К примеру говорю Ну на площадке Работает как минимум 12 человек Но естественно Потом Этот клип Эти все 12 человек Начинают выставлять Потом там Ты танцуешь Например Делаешь какой-то Танцевальный номер Со своими танцорами Они начинают тоже Это потом Делиться этим видео Но так ты Прибавляешь свою аудиторию То есть так люди На тебя подписываются Им нравится Ну то есть если Им не нравится Что ты на протяжении 10 лет У тебя не Увеличилась аудитория Ну извините Значит что-то там Очень Неправильное происходит Получается Либо ты не понимаешь Своего зрителя И просто Прибавляешь К себе подписчиков Условно Если мы говорим Про социал медиа Откуда могут пойти Скачивания Не тех Которые не твои целевые Либо Ну опять Мне кажется Только в этом вопрос Можешь Ну сто процентов Либо ты просто Как-то что-то Ну что-то ты неправильно Делаешь Наверняка Что-то не то Ты как-то Вот этот компонент Между тобой И аудиторией Он упущен У меня еще такой вопрос Интересный Многие разочаровываются В Лос-Анджелесе И в Голливуде Потому что Когда мы живем За океаном Нам немножко Знаешь Деревья там Намного краше Больше И вообще Не знаю Есть пальмы Все здесь прекрасно И когда ты приезжаешь сюда Ты сталкиваешься с реальностью И вот эти твои ожидания Могут не совпадать Было ли что-то Что у тебя не совпало С тем представлением Как здесь устроена жизнь Карьера Работа Ну Я приехала Довольно-таки Молодом возрасте Очень То есть Когда у меня Знаешь Эти амбиции Вот этот Драйв Да Он был настолько То есть Я даже Об этом не задумывалась Ты знаешь Ты начинаешь это говорить И вот я Знаешь Поняла одну вещь Чем больше Ты вот это Думаешь о чем-то Тем больше Тебя это тормозит Ты начинаешь думать 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 Через черву Это как решаться Прыгнуть Знаешь И потом ты понимаешь Что Ох Не нужно мне это Меньше думайте Просто Вот реально Меньше Вот ковыряетесь В чем-то Ну вот если ты хочешь Ну хорошо Я понимаю А где сейчас легко Ну назови мне хоть одну страну Где сейчас легко Ну нигде И никогда не было То есть люди Мне кажется Те кто добивались успеха Они меньше об этом думали Они были настолько Сконцентрированы На своей цели На дороге К достижению этой цели Что они мало думали о том Что А здесь погода плохая А там у меня язык недостаточно хороший Там английского Или не английского Меньше об этом надо думать Тебя поймут Вот поверь мне Тебя поймут На любом ломовом английском Тебя поймут Я приехала в страну У меня вообще не было английского И меня понимали Я объясняла Поэтому меньше Знаешь Думай Больше делай А как вообще здесь строить Коммуникацию Без обсуждения тебя Без каких-то сплетен Без фальши Пусть говорят Пусть говорят Чем больше говорят Тем лучше Это вообще Даже нету Не надо об этом думать Чтобы просто Избегать этого Ты никогда Чем человек успешней Чем он больше На виду Он всегда будет Иметь хейтеров Или тех Диванных Вот этих критиков Которые будут сидеть И говорить Что ой А я бы сделал лучше А что там Она он делает Нормальное явление Ну пусть говорят Господи Ну неужели Меня никогда не цепляло это Я за конструктивную Адекватную критику От профессионалов Всю остальную критику Я не слушаю У меня просто Есть барьер И она у меня Отфутболивает Отскакивает Я абсолютно Даже не впитываю это Но если человек Который Достиг чего-то И говорит мне Какие-то вещи Лик Вот тут надо так А вот тут надо так Я всегда прислушиваюсь Я никогда не обижаюсь Я наоборот Жду Я не хочу От этого лицемерного Ой, как все классно Наоборот Здесь все равно Этого тоже много Очень много Действительно Ну потому что Знаешь Я, например, такой человек Я все скажу в глаза Может поэтому Меня еще не особо любят Потому что я такая Что могу сказать Но я это скажу Не с целью унизить Я всегда подберу Такие слова Которые Наоборот Тебе скажут Ой, ну вот она права Я действительно Вот Надо над этим поработать Вот так Потому что я хочу Чтобы человек Был еще лучше Чтобы у него был рост И напоследок Давай мы обозначим Что для тебя Будет полным ощущением Своей реализованности Что ты Ну знаешь Не то, чтобы всего достигла И можно лечь Но ты будешь Полностью удовлетворена Тем, что ты делала На довольной свободе Есть ли такое представление О себе Несколько моментов Для меня Вот Если честно Я получу такой кайф И Моральное удовлетворение Если я могу понять Что на своем примере Я помогу кому-то Вот Дам толчок И Человек тоже Достигнет чего-то Для меня Это сумасшедший кайф То есть Это Это наверное Еще для меня Будет круче Нежели того Что я чего-то Еще больше достигну То есть Помогать Наставлять Продвигать И Видеть результат От этого Это сто процентов Плюс У меня Сейчас С моей сумасшедшей Классной командой И Я кстати Между прочим Так и не сказала Про своего музыкального Продюсера Это Тот Кто в свое время Продвинул И до сих пор Работает С Арианой Грандес С Селеной Гомес Дженнифер Лопес С Де Уикенд И со всеми Самыми Самыми Топовыми Артистами И Этот человек Который поверил В меня И Продвигает И У нас Ну ты Ты видишь Концерты не заканчиваются Колумбия Там Лондон Ну да Таймсквер Был Тебя Таймсквер Я открывала На шоу С Люда Крис В Майами То есть Все топовые Топовые места Где только можно выступать С вот этой вот Поддержкой моей команды Я естественно выступаю И вот Если возвращаться К тому кайфу То я бы хотела Вести за собой Вот Людей Которые действительно Хотят продвигаться И такого же State of mind Да Вот такой же Позиции жизненной Как и я Я бы с радостью Таких людей За собой тащила Продвигала бы И вот этот момент Кайфа Который они будут испытывать Когда они увидят Что они идут На другой левел Вот это для меня Вот то что я состоялась То что я действительно Своими знаниями Своим опытом Могу помогать И продвигать людей Прикольно Потому что тоже знаешь Да Ты особенно здесь находишь Ты такой Я там не знаю Хочу сразу грейм Хочу Миллиард прослушиваний Это тоже как Это больше поддержка Своего эго Такого типа Потешить Я вот молодец Я честно Даже об этом и не думала И часто это может Не удовлетворить На самом деле Человек Ты знаешь Кстати говоря Кто тебе такое скажет Он получит грейми Например если А потом для него И грейми будет недостаточно Он захочет Да Надо пойти дальше Да А у меня нет такого Вот получить статуэтку И все И я вот Вот честно У меня даже нету мысли Такой У меня совершенно Другие мысли Прикольно Мне кажется Даже от этого легче Идти к своим целям Конечно Нельзя концентрироваться Только кстати На победе Потому что Очень много Будет поражений И никто С этого неизбежен И они наоборот Тебя должны закалять И стимулировать Тебе идти дальше И просто Не останавливаться Лика Классный момент Чтобы Чтобы завершить Как раз на этой точке Она не останавливается Спасибо большое тебе Что ты нас Пригласила к себе в гости Мы смогли с тобой поговорить Я оставлю естественно Все ссылки Как обычно На героя Вы можете познакомиться ближе Кто не знал Лику И конечно же Подписывайтесь на этот Прекрасный канал Как мы проговорили с Ликой Не всегда удается Иметь мотивацию внутреннюю Продолжать делать И как раз подписка Комментарий Лайк И ваш фидбэк Дает понимание Что ты делаешь все правильно И нужно продолжать Поэтому это действительно важно Не просто Как блогеры об этом говорят Подписывайтесь Не забывайте И конечно Я оставлю все свои контакты И спасибо Что вы досмотрели Наш разговор до конца